Вот мы первым ведем на поле, дает, да? Он говорит, зерночки кидает, дает земле. Он потом туда селитру кидает, дает земле удобрения. И полет это все дело, чтобы с огняка неба. Что он ждет? Градая. Он ждет, потом угрожает, вот да. И Бог нам точно так же все дает. Солнышко, водичку, воздух и всю необходимую работу. Что? Для чего? Чтобы мы что? Тоже что-то дали. Сейчас нам сценка покажет молодежь Градянска. Что же мы теперь даем Богу за ним? Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его ограду, и очистил его от камней, и назовил в нем отворки виноградной лозы, и построил башню позади его. И выгопал в нем дочила, и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. Так, что тут у нас в нашем саду? Так, что тут? О, и сухие леточки есть. Надо их в огонь. Зачем они место занимают? Другие деревья будут больше средств, а то ты сама кулыни, туда фиши другим не даешь. Ну, вот так-то лучше. Так. Сердце мое радуется, когда смотри на эти шелкодистые листья маслины. Что тут? Тоже надо почистить, что убрать. Как у тебя дела? Ай-ай, больно, не надо. Не встани. Потом это поможет тебе принести хорошие плоды, чтобы лишние места сочи не забирали. Так, глаза виноградные. Тоже ли это все надо почистить? Не встани. Ай-ай-ай. Потом плачет уже, солнце течет. Еще. Поплачешь и перестанешь. Но тут грозди будут сочные. Яблоки. Я с тобой ухаживал, от мороза оберегал. Поливать поливал. Ранки от вас развал. Растите. Скоро, очень скоро будет время собирания урожая. Растите, наберете соком своих плоды, чтобы порадовать меня киньям. Каждый раз у меня тоже. И опять мои веточки звучат, которые врезал. От них ты как, мой отец, прекрасная. Ой, и у меня срезал. Немножко больно было, но уже все доживает. Зато восстановлено крупнее. Сказал, поплачешь и перестанешь. Не перестану. И нечего вообще во меня трогать. Хочу я слить так, как растет. Вот у меня есть знакомая лоза. Каждый год зима высыхает. А весной новые ветки. И никто не угас. Живет в своем доме. А какие плоды? Какие плоды? Она уже голодильная стала. Больный родцом. Больный умеет это писать. Ты что, здесь не так хорошо. За нами ухаживают. Да, ухаживают. Но я всегда посаживаюсь за свою жизнь. Мне кажется, что мои плоды кто-то хочет снять. Садовник хочет точно еще. А хочется, бедно. Пусти свои яблоки червяков. Тогда садовник точно вместе станет. А это хорошо будет? Дырке в яблоне не очень приятно. Дырка, не огрызок. Не дырайся. Сидя от тебя полностью или частично. Я так уже давно все решила. И ни одной смогу. Мне и не с ночью проведено, но не хватает. Нет. Наконец-то пришло время собирать плоды. Смог умница. А что это у нас пусто? В третий год пришло опять ни одного плода? Так, все, беру я топор. Зачем тебе место занимать в моем саду? Ой, не надо, пожалуйста. Это же не шуевеливо. Я хочу жить. Ха. А для чего? А для кого? В дворе тебя насадил и дал тебе преимущество приносить плод и радовать ими других. А ты? Кого ты радуешь, кроме себя самой? Да я еще не пошел. Я чуть-чуть болеть. Ты еще чуть-чуть обковариваешь. И эти, мне нет и в запахах. Ну, кому больше. Держи, ты честно. Я постараюсь. Вот и ты. Ну ладно. Даю тебе еще один год. А потом... А виноградик поспел. Хорошо. Хорошо. Фу, какая гадость. Да? Послушай, я посадил тебя на самом лучшем месте. Я землю по твоими корнями прослеил. Я камни убрал по твоими корнями. А ты, а ты, при этом, не дикие ягоды и невкусные плоды. Да ты стала дикой лозой. Моя мечта не сборная. И теперь ты, кто со меня ничего не будет длительный. Буду жить в своем лозе. Нет тебе места в моем, в саду. Ты просто зря занимаешь его. Поэтому я буду тебя выкатывать. Вот. А тут я вижу плод красивый. О-о-о. Такой же с червяками. Он так красивый, а есть его невозможно. Ты что, все такие? Все. Но я больше так не буду. Не будешь? Ну, тогда нам придется поработать. Я тебя еще обрежу. Мы тебя обработаем. Ах-ш-ш! Ах-ш! Плод. А вот здесь? Масли. Хороший плод. Не зря. Китай Аклама. Он не зря за собой ухаживал. Так всякое доброе дерево приносит и плод. Добрый. Добрый. Все люди, так говорит Господь, все вы живете в моем винограднике. Вас много. Я поместил вас, чтобы вы приносили плод. Что еще я не сделал для вас, чтобы вы жили полноценной и плодоносной жизнью? Я обещал вам царство, я дал вам свое слово, я вас возлюбил, простил грехи. И что же я ожидаю? Плоды. Плоды покаяния за жизнь в грехе. Плода святой, чистой и правильной жизни перед лицом всех живущих на земле. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец ему виноградает. Взявную петь, не дающую плода отсекает, а дающую плода очищает, чтобы я рисовал больше. Я вас очистил, напомню вам, войдите к меня, и я буду вас. Аминь.